День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Добрый день, уважаемые радиосуфчики. Я начинаю работу в прямом эфире. Сейчас у нас на прямой связи посредством ЗУМа депутат Сейма Дидзе Шмидтс. Доброе утро. Доброе утро. Да, ну вот сегодня в неочередном пленарном заседании большинство депутатов, ну, представителей, естественно, правящей калиции, проголосовали против предложения оппозиции вернуться к очным заседаниям парламента. У вас есть хоть какие-то предположения, прогнозы, когда парламент начнет работать в нормальном режиме с учетом того, что там все вакцинированы? Это не знает никто. Ну, прогноз, когда это будет выгодно тем, которые сегодня власть, тогда может и восстановлять нормальные заседания, и не восстановлять, как не решат. В единственном государстве в мире, где так происходит, в принципе, я бы сказал, что это такой, ну, переворот, переворот демокрической системы использовали большинство. То есть когда-то в 1934-м это делал один человек с помощью вооруженных отрядов, то тут это сделал 31 человек. И сегодня утвердил это еще один раз. Так что, ну, такой ситуации мы живем. Никто не может сказать, поэтому я и байкотирую эту электронную систему, если так можно назвать, какого нету, ни в Конституции, ни в законе, как в Санкт-Петербурге, потому что именно поэтому, что нету... Я не говорю, что в каком-то ситуации пандемии нельзя что-то делать и не на месте парламентской здании, но это должно было описаться конкретным законом, потому что сейчас с этим решением, как я и предполагал, нет никакие связки, ну, в смысле, это не связано с тем, что неочередная ситуация в стране, потому что парламент пошел второй раз на ЭЭП-платформу, когда еще такого разрешения в правительстве не было. То есть это не связано с нищиной ситуацией. Второй пункт, это не связано с вакцинацией, потому что мы знаем, что все вакцинированные и все равно в заседании происходят таким образом. Это тоже никаким образом не связано с числом инфекцированных, потому что у нас было закрытое парламентские сессии, когда было 50 человек в стране, открытое, когда было 500, и закрытое, когда тысяча. Так что тут нет никакой логики, кроме конкретной логики власти. Те, кто у власти, конечно, они в парламентских дебатах, в принципе, не участвуют. Им очень выгодно выключить эти дебаты для оппозиции. И так они и существуют. Вопрос, оставим их на место в этом году, в 1 октября, или нет. Да, это очень хороший вопрос. Но вот вы сказали, что мы чуть ли не единственная страна, которая проводит уже полгода больше вот эти удаленные заседания. Но я так понимаю, что сейчас есть такой риск или такая реальность, и мы можем оказаться последней страной, которая снимает ограничения, в том числе сертификаты. Я не знаю, вам удалось вчера ли посмотреть передачу Домбурса, но вообще там было очень печальное зрелище. Полный хаос, планов нет, чиновники что-то придумывают. С 15 февраля еще как минимум 50-60 тысяч людей потеряют QR-код, полностью вакцинированный, кстати говоря. Да, вот что происходит? Как вам кажется? Понимаете, когда президент QR в 1990 году начал дискуссию насчет отмена Партеида в Южной Африке, тоже были разные мнения. И меньшинство, конечно, которые... Белое меньшинство хотело до сих пор иметь сегрегации общества. Да. Потому что они не хотели на пляже видеть других, они не хотели в клубах видеть других, они не хотели на театрах видеть других. Многое это защищали. То же самое сейчас у нас. Я не переулечу. Я считаю, что с момента, когда было ясно, что вакцинирование не останавливает трансмиссию болезнь, то есть если бы была ситуация, действительно, когда ты вакцинирован и ты останавливаешь у тебя эту болезнь, и мы можем так ее закончить, там бы была какая-то моральная база для какой-то сертификации. Но с момента, когда было ясно, научно, что трансмиссия происходит, все равно исчез любая, даже минимальная база моральная для того, чтобы как-то стеградировать людей с помощью сертификата. И поэтому сегодня это, в принципе, скажем так, это кастовый документ, где очень много людей рады тому, что им не надо сидеть в одном кафе, и поэтому им не, ну, скажем, по их мнению интеллектуально ниже людей, как они сами считают себя. И я думаю, потому и есть проблема, потому что эта группа людей, которые очень радуются сеграгацией, они выбиратели партии АТС и Байпак, где министр Паулюс, и чаще всего выбиратели партии Веноприя. И, конечно, обе эти партии немножко боятся потерять этот снобический, этот сеграгационный выбиратель, да, и чтобы он снова был такой же, как все остальные, где сертификатов уже у людей не будет. Представьте себя, те, которые не вакцинировались, они тоже смогут иметь право заходить в магазин, скиньте, опять же, что это такое? Это же полный кошмар. Такое мышление. И там есть выбиратели. Немного его, 10-15%, но там его есть. Хорошо, но вот есть еще, вот мы говорим, как бы делим, теперь фактически у нас будет три категории, с 15 февраля у нас будет три категории, не вакцинированные, вакцинированные, которые тоже, у которых закончилось свое действие, сертификата, и третья категория – это те, кто получил бустер. А, еще есть переболевшие. Но ведь кроме вот этих всех подразделений есть еще предприниматели, есть бизнес, как, может быть, никому-то покажется странным, который должен работать, который должен платить людям заработной платы и налоги государству. Вот вообще, как вам, правящие понимают это? Я не знаю, там трудно сказать, кто идиота, который кретин. Извините за отмележение, но такой когтейль Молотова у нас сейчас в правительстве. Ну, я конкретно по своему личному примеру скажу насчет этих статистикатов. Отложим сейчас право человека, посмотрим на это просто рационально. Я тоже заболевший, я до сих пор в изоляции, я заболел в пятницу, в прошлую, и хотел сдать этот QR-тест, чтобы понять, что я, ну, то есть полный тест, что я заболел, чтобы мне потом был сертификат переболевшего и так далее. Звоня пятницу утром, когда я понял, что я болен с COVID-м, в лаборатории у меня в ближайшее время теста во вторая половина среды. А то есть результат там четверг-пятница, да? А мой семейный врач в пятницу, когда я получу результаты теста, будет уже закрывать мои больничные... Лист, да. Лист, да. Я уже буду здоровым. День, когда я получу анализы, что я болен и должен буду еще неделю не выходить на работу и сидеть дома. И сертификат вас не будет действовать, кстати говоря. И сертификат не будет действовать, еще неизвестно, как это... Я сдал этот анализ, не тот анализ, я сделал этот... Слегал тест в лаборатории. И мне сейчас посчитали, что я болен, но сертификат я не получу, если я не сдам этот второй тест. Так что система просто абсурд, она никаким образом не связана с здоровьем, она действительно уже конкретный инструмент апартеида. Насчет рабочих мест, ну извините, если бы мы могли 6-2 тысячи людей сказать, что они, если не вакцинированы на работу, выходить запрещено, то это уже нюансы, которые вы говорите, это уже просто нюансы. Никому не интересует, как тут будет с экономикой. Не будет хорошо с экономикой, возьмем заем. Это вся логика военностей Каренча. Так что тут то, что хорошо, если надо что-то хорошего сказать, хорошо, что у них не хватило смелости менять Каренча на кого-нибудь другого. Хорошо, что он проработает все время до выборов. Будет нести полную ответственность и он, и все те партии, которые в этой коалиции, а будут отвечать полностью за все, что сделано за эти 3,5 года. Так что это хорошая новость, но не новость, а факт. И мы можем, все жители завтра смогут решить, хотят они это продолжать, это над ругательством над правами человека, над ругательством над логикой, над здравым слыслом, и они хотят все-таки менять ситуацию. Возможность менять будут. Ну вот, как бы нет смысла, что я пытаюсь кого-то оправдать, а вот так объективно. У нас же есть целая группа экспертов. Вот мы же видим, что как что представители Министерства здоровья, и вчера вот парламентский секретарь Министерства здоровья говорил о том, ну мы же слушаем экспертов. Мы же не эксперты. Вот мы же слушаем экспертов. Вот у нас есть эпидемиологи, есть там инфектологи, есть там вот академический персонал, который нам рассказывает, что надо по-прежнему действовать так и так. Правда, по-моему, эти эксперты уже не поняли, что омикрон отличается от дельты немножко, так мягко говоря, но это уже другой вопрос. Они говорят, мы же слушаем экспертов, а что же нам еще делать? А понимаете, конечно, можно найти эксперта, который скажет тебе что угодно. Просто есть мини-вакууми живем. Есть, ну скажем так, посерьезнее с опытом и мощностью страны в мире, мировые страны. Тут же Скандинавия, Великобритания и так далее. Может, мы можем просто смотреть, как делают другие, делать выводы тех примеров, которые у нас вокруг есть. И мы, ну, если просто мы посмотрим статистику на эти графики заболеваний за последние два года, сравним это с нашими соседними странами, Эстонией и Литвой, мы поймем, что какие бы усилия мы там ни стимулировали, ни принимали, это никак не появляло на уровень степени заболеваний и так далее. Единственная у нас возможность, цель должна была быть, скажем так, создавать капаситет больниц, чтобы в ситуации сильного заболевания была бы капаситет всех принять и всех лечить. Это было единственное серьезное направление, где надо было работать. Конечно, второе, предложить вакцинацию тем, которые это желают в самое быстрое время. Ясно, что вакцинация не убивала болезнь, не убивала трансмиссии. Но по датам видно, что наверняка помогало переболеть. Это единственная функция, которая там есть, тоже не стопроцентная, но она была. Две шаги для правительства любой страны в этой пандемии была больница и вакцина. Вот тогда такой вопрос, который хоть и не могу не задать. Вот хорошо. А что будет дальше происходить? Ведь вы говорите об ответственности, это все понятно. Но на самом деле вот в этой правящей коалиции достаточно очень опытных политиков, у которых, наверное, должно быть чувство самосохранения. Я понимаю, что, может быть, этот вопрос нужно им задавать, а не вам. Но они ведь прекрасно понимают, что выборы не за горами, уже в октябре, но надо же что-то делать. Нет, у них тактика еще немножко поддержать всех в тюрьме и под выбором выпустить. И надеяться, что бывший узник будет благодарен тому Стогоймский синдром, что этот варвар, который его держал и надругался над ним, вдруг выпустил, дал попить воды. Ну, если это сработает, то, ну, такими и есть. Я надеюсь, даже не надеюсь, надежда не вопрос, я уверен, что у нас есть довольно очень большой иммунитет насчет власти, ну, то есть перенести разный идиотизм власть, но есть все-таки в каждом народе, есть нации, есть потолок, сколько можно терпеть. Один и другой, я думаю, что даже те, которые зависят финансово и другим образом от этой властвующей коалиции, да, когда им, и которые до сих пор адвокатируют Каринша, говорят, ну да, но кто бы был лучше его, трудное время и так далее, и уговоришь, слушай, ты хочешь его еще на четыре года? Там все-таки как-то даже самые большие подведки говорят, ну, может, 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 больше не надо. Знаете, вчера экономист Банка Цитадели выпустил такой график прямих иностранных инвестиций в трех стран Балтии, начиная с 2015 года. Это одна картинка, одна картинка, где вся политика Кришан-Каринша, начиная с 2019 года, то есть вступление Каринша на посту премьера, разница, если до этого иностранные инвестиции шли примерно таким же образом в трех странах Балтии, в принципе, тот же самый уровень. Сейчас Литва и Эстонию за три с половиной года убежали настолько, что если, ну, это показывает, где мы будем через еще четыре года, если вдруг этот человек останется, эта коалиция останется власть, это все сейчас видно, я думаю, в социальных сетях, в социальных сетях эта картинка разбегается скоростью света. Да, вот еще одна тема, она очень важная. Мы же видим, что по латвицам ударило как минимум две пандемии. Одна коронавируса, а вторая связана, естественно, с инфляцией, с бешеным ростом тарифов на газ, электричество, отопление. Ну и правящие нам говорят о том, что в основном, естественно, она не единственная, но в основном виновата Россия. Да, вот действительно ли это так? И как мы будем реализовывать, вам понятно вообще этот зеленый курс, о котором нам говорят, что нужно отказываться от фасильного топлива, переходить, я не знаю, на ветряки, и все будет хорошо. Это реально вообще? Зеленый курс, это утопия 22 века, это, если там смеялись когда-то, Хрущев говорил, что коммунизм построим до 86, по-моему. Да, за 20 лет, да. Да, это что-то, ну это трижды серьезнее планы, чем коммунизм достроить, да. Ясно, что такое галлюцинации, ясно, что это такое, ну, как бы, ну, будем константный климат создавать, ну, а вообще-то мы не знаем, что такого существовало никогда. Да, у нас есть ответ, какой конкретно климат правильный. Например, в среднем Мезолике, когда в Латвии уже пару тысяч лет жили люди, средняя температура воздуха была на 2,5 градуса выше, чем сегодня. Выше? Нам говорят, что полтора градуса нас убьет. Если бы не было этих 2,5 градусов в то время, мы бы, может, не жили. И Балтийский море до сих пор было поведенным озером. Так что это все такое, ну, реально, не знание ни истории, ни географии, ни физики, ни чего. Ну, ладно, это уже отдельный разговор. Ясно, что если серьезно, я сейчас не буду оспаривать, есть теории, доказанные, например, что человек убивает планету, в смысле, что его, ну, как он себя ведет, ведет к, ну, есть большой импакт на то, как планет. Ну, если такое есть, это доказано, то, в принципе, там есть, ну, пару ответов. Первый ответ — population control, то есть надо контролировать рост людей, ну, то есть число обитателей планеты, потому что, как бы не изменил свое поведение человек, и он все-таки что-то будет делать, да, и диоксид от него будет выходить. И, значит, мы должны контролировать рост популяции в мировом уровне, первое. Второе — озаренить планету, то есть выращивать леса там, где можно, да, и, третье — снизить выпуск индустриальной продукции, да, потому что это главное — загрязнитель. Если это все так, то Латвия просто пример всей, мировой пример, у нас 52% территории лес, у нас демография, мы не только не растем, мы падаем, что для климата очень прекрасно, мы должны этот минус продать как плюс, и наше индустриальное производство сравнительно на квадратный километр жители, а один из самых низких в европейском периоде, и даже самый низкий, не считая там Малту и так далее. Значит, ну, извиняюсь, ну, мы же самые, 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 то есть, чтобы в Германии достичь нашего зеленого курса, это надо на следующий десятилетий закрывать в день по заводу большому, да. Так что, так что, я думаю, что нам надо думать своей головой, конечно, есть какие-то европейские указания насчет этой религии, но у нас есть способности это повернуть так, чтобы, ну, показать, что мы зеленее всех остальных, это будет только правда. Насчет энергетики, что Россия, что все главное просто, конечно, Россия играет в этой игре тоже, ну, это геополитическая игра, а не только экономическая. Конечно, играет. Но тут очень много составляющих, и сказать, что это только из-за России или газа, это, конечно, чушь. Мы знаем, что это больше, если так, если там искать какую-то теорию, то все взгляды должны быть в Азию и в Китай, да, потому что это самый главный сейчас потребитель, который, и политика которого очень сильно может изнимить не только цену, но и общие потоки энергетические в мире, да. И Россия только один, ну, одно звено, которое предлагает эту услугу, а не самый главный клиент. Конечно. Да, если мы еще говорим вообще о зеленой энергии, нет такого ощущения, что это вообще не наше. Пока, с учета вот уровня жизни населения, да, но мы же понимаем, будем реалистами, что ближайшие, не знаю, два-три года, ну, не пересядут все латвийские автомобилисты на электромобили. Там просто цены запредельные пока. Это одно, это экономически невозможно, а другое, это не зеленая политика. Покупать электромобиль, это очень не... Это не экологично, да? Это не экологично, потому что ее производить... Экологично, знаете что? Идти пешком. Если невозможно, если две станции длиннее, то сесть на велосипед, если все-таки дистанция еще длиннее, то, естественно, общий транспорт. А если, ну, невозможно, там, деревня, не знаю, взять машину общего, то есть, каргуру, который, ну, сказал же это, что если точно нет возможности, как не купить машину, то есть, если каждый день там конкретно надо ехать, ну, и оставлять, это дорого, каргуру, тогда надо купить самую старую машину, потому что надо использовать те ресурсы, которые уже сделаны, и только потом, когда все старые и съеханные, мы действительно до сих пор нужны автомашины, думать насчет экологической, и тогда, может быть, электромашина есть смысл, но мы от этого в столетии еще, да, так что это тоже, это все бизнес, да, нам, если зелено смотреть, мы должны полностью использовать свой лесной ресурс, мы должны строить дома из дерева, мы должны мосты строить из дерева, все, в принципе, все можно, не без крови Японии будем строить из дерева, это наше направление, потому что дерево к себе диоксин держит лучше всего, да, и выращивающие нового леса самые лучшие употребители СО2, да, так что мы должны использовать нашу лесную индустрию, прибавлять там добавленную ценность, строить все, что мы можем из дерева, и мы будем самые зелеными, как мы уже самые, я думаю, но только будем прибавлять, в принципе, то, что мы думаем экологически, то, что мы думаем зелено и так далее, и так далее, это все правильно, только мы должны это делать так, чтобы не Volkswagen в Германии зарабатывала на что-то, а чтобы мы стали богаче, это возможно. Да, ну вот мы знаем, что перед каждыми выборами, ну, может быть, в этом году из-за пандемии меньше, опять-таки поднимается дискуссия о том, что пора переходить на институт всенародно избранного президента. Вы вообще верите, что это что-то произойдет, может быть, после этих выборов? Или, опять-таки, правящая коалиция по существу не изменится, может быть, там лица поменяются, но ничего кардинально не произойдет, и опять семь будет выбирать президента? Я думаю, что мы будем очень позитивно удивлены, как изменится парламент в 5 октября. Я очень оптимист в этом. Еще не все сыграно, еще не все люди вышли на поле политической битвы. Там будет очень много сюрпризов и новостей, я не только уверен, не знаю. Так. Ну, новые партии-то появиться не могут? Так что, не, новые партии, это не ответ. Ответ новые люди, политики, которые не были с порой, у кого есть, как в английском называется, track record, с делами и с результатами. Это все будет, пустое место не остается. Я не хочу давать там проценты, но как никогда вопрос народно-виброванного президента близко к реальности. И думаю, Эгглс Левиц все сделал с моей стороны, чтобы этот вопрос так решить. Потому что он же был у нас там звезда небескропия, который самый лучший президент, так его называли, который выбрал парламент и оказался самым, самым, вообще, это вообще непонятно, как это возможно, но это так, что самый непопулярный человек не только в президентуре, я думаю, вообще в Латвии сегодня. Ну вот он... Так что, я думаю, очень близко к этому. Я думаю, что просто придется. Потому что как-то надо будет любому, кто выиграет, снова, ну, скажем, бегать с обедрием. Завоевать доверие общества, да. Доверие общества и заинтересовать общество, участвовать в политической жизни и выбирать своего президента самим, это один из самых лучших образов, как снова заинтересовать людей, интересаться, ну, будет заинтересованным политическим процессом в стране. Без этого мы никуда не продвинемся. Я думаю, что те, которые пойдут к власти в будущем, они будут власть возвращать жить. Другого способа нет. Я не уверен, что это все так прекрасно произойдет в Читинском Семе. Там, не знаю, посмотрим, но это вектор туда, да. Не надо думать, что фокус-фокус в одном семе все изменится, но направление идет туда. Я оптимист. Я думаю, что у нас все устаканится и будет новое поколение, новые люди, не в возрасте, а в мышлении, новые люди в политике. Я вижу, что они готовы идти. Эти перемены просто не возникнут. Но пустое место, так скажем так, не остается. И будут новые тенденции. Может быть, в связи с этим последний такой вопрос. Но он вытекает из того, что вы сказали. Вы сказали, что вернуть, не знаю, власть народу. Но вот если сейчас, на данном этапе, а вообще хотя бы у парламента есть какая-то власть, как у представительства народа сегодня? Потому что у меня такое ощущение, что уже все потеряли интерес к тем дискуссиям, которые всеми происходят. Ну, виртуально. В смысле, если говорить о 13-м системе, нет. В 13-м системе есть более 50 депутатов, которые вообще не понимают и не заинтересованы в том, чтобы поддерживать престиж парламента демократической страны, который вообще демократии, это нулевая ценность, которые могут проголосовать даже то, чтобы других членов парламента не допускать к соседаниям Аталана, там сами сами, чтобы, ну, извините, Euronews уже писал насчет нас, что то, что происходит в Латвии, это должно быть флагом, то есть сигналом, ну, тревогой для всех демократов Европы, да. То, что мы делаем, да, если когда-то мы копировали авторитарные режимы, то сейчас мы первые, ну, самые первые тройки, да, там, с Австрией толкаемся, кто будет четвертый рейк создавать. Да, ну, что ж, будем надеяться, действительно. Это можно менять люди, которые выберут других людей, которые будут представлять их этим, которые в этом семье, именно рыбный цех сейчас, шпроты складывают, вот там и место, и то, я думаю, что их не будут принимать на работу. Даже так? Я думаю, это будет проблемой с упаковкой банки. Ага, это интересно. Слишком много рыб, и трудно тебя повернуть. Дедешмитц, депутат Сейма, независимый депутат Сейма, у нас был на прямой связи, большое спасибо.